Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Госдума окончательно утвердила появление с 1 января 2023 года госпошлины за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства Размер платежа 1000 рублей Пока документ можно получить бесплатно Кроме того, с указанной даты с 800 до 1500 рублей вырастет госпошлина за выдачу свидетельства о соответствии автомобиля требованиям безопасности Будет еще одна новая бумага Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов Ее стоимость 1500 рублей плюс по 1000 при продлении Трасса 101 Автомобили в России скоро нечем будет красить По утверждению некоторых дилеров, а также крупных автосервисов Запасов автоэмали и сопутствующих компонентов осталось всего лишь на пару месяцев Собственной готовой краски в России не было и нет Все держалось на поставках из-за рубежа, в том числе из Германии и Италии Эксперты рынка соглашаются с тем, что постепенно мы сможем переключиться на лакокрасочные материалы из Китая и Турции Однако их качество оставляет желать лучшего Трасса 101 Самый покупаемый в нашей стране новый легковой автомобиль подешевел Минимальный ценник Лады Гранта на сайте Автоваза снизился с почти что из 730 тысяч до 678 тысяч 300 рублей А говорили, что антикризисная Гранта будет стоить в районе 600 тысяч В общем и целом это та же самая машина Присутствуют ли в начальной комплектации АБС и подушки безопасности производитель не уточняет Однако специалисты полагают, что нет Также, по их мнению, экологический класс Гранты пришлось понизить до Евро-2 Трасса 101 Какие отечественные автомобили подорожали на вторичном рынке заметнее всего? Агентство Автостад сравнило средние цены на машины, купленные новыми в 2019 году И перепроданные в 2022 Лидером по размеру остаточной стоимости оказалась Лада 4х4 За три года она прибавила в цене почти 30% На втором месте оказалась Лада Веста со 106-сильным мотором и роботом плюс 26,5% Бронза досталась внедорожнику УАЗ Хантер, который подорожал почти на четверть По мнению экспертов, ситуация, когда купить авто можно подешевле, а продать подороже, сохранится еще продолжительное время Трасса 101 Компания Great Wall запатентовала в России конкурента Toyota Land Cruiser 300 Большой полноприводный рамный внедорожник Tank 500 был представлен в Китае еще в прошлом году Автомобиль, обладающий довольно грозной внешностью, оборудован шестицилиндровым бензиновым битурбированным мотором объемом 3 литра Мощность 354 лошадиные силы Двигатель работает вместе с 48-вольтовым стартер-генератором Трансмиссия 8-ступенчатый автомат Дорожный просвет составляет 224 мм И в завершении новость от нашего партнера С 30 мая по 30 июня на АЗС Движение при покупке от 20 литров бензина Ультра-92 через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok